Добрый день, уважаемые садоводы! Приветствую вас на своем канале «Само растет». Речь сегодня пойдет о некоторых вопросах выращивания голубики садовой высокорослой. Эта культура сейчас набирает, конечно, колоссальную популярность. Народ сажает, но сталкивается со многими проблемами. Вернее, просто не знает ответа на некоторые вопросы. Но на самом деле голубика, она сама растет. Это один из самых легких ягодников. Посмотрите, какое ураганное плодоношение ожидается. Причем часть веточек плодовых с цветочками мы здесь уже удалили. К любому кусту можно подойти. Здесь не очень видно, потому что ягода уже завязалась. Посмотрите, как просто. Это куст, насколько я знаю, тоже уже с удаленными побегами, там, где были цветы. Но сейчас мне поступает очень много вопросов. Причем вопросов такого плана, обращения такого плана. Шок, спасите, помогите. Погибает голубика, что делать? Юля, вы же добрый, благородный человек. Не дайте погибнуть растению. Что же случилось? Несмотря на то, что вот сейчас сегодня 28 мая. Ну, что же так холодно-то? Посмотрите на термометр. Лист у голубики покраснел. Потому что голубика ей положена. Это ей положено покраснеть на понижение температуры. Вот если она краснеет, допустим, в июле месяце, да, листочки у нее краснеют или желтеют, когда тепло, когда все, как говорится, нормально, она плодоносит. Вот это сигнал разобраться в проблеме. Потому что в это время уже покраснение листа будет свидетельствовать о том, что в этом вопросе нужно разбираться. И здесь, конечно, надо обратиться к специалисту. Причем, вы скажете, что не очень красные у меня, потому что кусты взрослые. На молодняке, я, конечно, могу сейчас подойти и, допустим, на черенках прошлого года показать, там вообще просто все красное. Если вы посадили, допустим, в прошлом году или в этом году уже получили саженцы, посадили, лист может быть гораздо краснее. Еще один вопрос. Вернее, ответ на мой ответ. Или вопрос на мой ответ. Но одни-то покраснели, а другие нет. На самом деле покраснели все. Просто интенсивность окраски у разных сортов может отличаться, так же, как и осенью. Давайте подойдем к сорту Blue Gold. Синее золото. Это просто ураганное плодоношение. Мечта любого садовода. Видите? Лист. Есть розовинка по краям, но лист не красный. То есть она, вот этот сорт краснеет меньше. Вот этот сорт краснеет меньше. А кто-то прям стоит, ну, практически багровый. Еще один вопрос, который тоже вы воспринимаете, такое явление, как какую-то проблему, как сигнал к тому, что растение требует срочной помощи. Вот прям далеко ходить не будем. Смотрите. Вот такие поникшие молодые веточки. Значит, что нужно сделать? На градусник посмотреть. Холодно. Потеплеет. Все придет в норму. Даже заморачиваться не стоит. Это нормально. Главное, чтобы вы уверены, что она нормально полита. То есть грунт влажный, без застоя воды и не сухой. Все. Это все нормально. Не думала я, что может быть в это время еще один момент, который, вы знаете, у некоторых вызывает панику. Действительно, хорошие кусты голубики чего-то стоят. То есть они не бесплатные. Люди покупают кислый торф для посадки. Не сказать, что это сильно трудозатратное занятие посадить голубику я не могу. Вот, например, сейчас покажу. Вот мы только высадили ряд новый. Одиннадцать кустов. Ну, два дня сажали. Но, опять же, не от зари до зари. Вот. Ну, к чему весь этот разговор? Еще один вопрос. Голубика сбрасывает цветы. Смотрите. Вот они они. Это чашелистики. Может быть, вы не поверите, но я скажу, она их сбрасывает, потому что ягодки завязались. Любой цветок, плодовый, не плодовый, ну, любое растение. После того, как цветет, оно сбрасывает лепестки. Так же и здесь. Все нормально. Вот видите, первые веточки, они, вот первые, да, ягодки уже, да, крайние. Они зацвели раньше и вот, сейчас вот одна упала, и как бы упали раньше. Вот эти сейчас завяжутся ягодки и тоже самое произойдет и с ними. То есть ягода не будет образовываться в цветах. То есть, когда мы будем рвать ягоду, чашелистиков уже не будет. Она должна их сбросить. Еще очень важный момент. Этому будет посвящено отдельное видео. О том, что кусты нужно нормировать количество завязей, количество цветов. Это отдельная тема, и на моем канале вы сможете увидеть, как это делается. Ну, вот, допустим, вот куст, который мы проведили. Посмотрите, это только с одного куста. Просто, чтобы вы поняли масштаб, сколько было удалено плодовых веток, цветущих веток, чтобы нормировать количество ягоды. Зачем это делается, как это делается, смотрите на моем канале. Надеюсь, что я вас немножко успокоила, что вы поверили, что голубика, она сама растет. Поверили в то, что это очень легкое растение. В своих программах, в своих сюжетах я буду рассказывать о том, как ее правильно выращивать. Там нет никаких каких-то сложных агрономических приемов. Там просто нужна информация. Информация, почему происходит так. И то, что мы не знаем, что нам кажется, что это сложно, просто от того, что нет информации. Ведь это же растение для нас новое. Я одна из первых ее сажала, по крайней мере, в нашей местности. Это было 12 лет назад. Ой, ну не то, что намучились. Не намучились. Намаялись, скажем так, в плане того, что не знали, что, чего и как. Какое-то внутреннее чутье нам хотя бы позволило ее посадить правильно. Но о том, как мы исправляли свои ошибки, что нужно знать, все-все вы увидите на моем канале «Само растет». Подписывайтесь. Если вам понравилось видео, ставьте пальчик вверх. На сегодня все. Я прощаюсь. До свидания.